Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Всем даю свет, даю знания, даю просвещение. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануарному массажу и подготавливаем тело постепенно, заходя глубже. Техники более сложнее, более серьезнее, с воздействием на кости и связки сразу же во время этих процессов. Итак, мы делали первый сет. Это подготовили тело, смазали маслом, разогрели, растерли. Второй сет, это вот всякие вибрационные техники мы делали, последняя техника у нас была выжимка с подбитием позвонков, властистые отросточки, и это было первое серьезное углубление в тело, мы как бы договорились с подсознанием, сказав ему, что ты и я, мы с тобой одной крови, и теперь начинаем, где закончили, там и продолжаем работать. Начинаем с плечо-на-падочной зоной кулачковой техники. Теперь сет номер три кулачковой техники. Используем все места, вот эти косточки, вот эти косточки, вот эти косточки, да? Значит, основной прием у нас это лапа леопарда. Попробуйте сделать так, чтобы у вас леопард прячет когти и остались вот одни подушечки. Плотно прижали, да? И вот этой частью мы будем работать, то есть у нас будут вот шестеренки, они по очереди ходят вот так вот. На всех округлых объектах очень хорошо вот эту технику использовать. Просто для растирания будем использовать, да? Вот друг против друга, вот такой прием, то есть мы захватываем ткани, да? И растираем друг от друга, как шестеренки получается, вот это подходит, да? Ну и кулаками, соответственно. Вот так с утяжелением продавливаем, вот так плоскостью продавливаем, да? Если надо, вот этой частью продавливаем. И вот как мы это сейчас все применяем. Значит, закончили, да? И сразу начинаем растирать, вот так хеотично, спирали. Видно все, плечо, всю лопатку. Потом вот друг против друга руки работают. Для этого желается на локте расставить пошире, видите, чтобы было вот давление друг на друга. Можно вдоль роста мышц, да? Растереть дополнительно. Теперь приподнимаем лопатку, вот за вот этот, вместо приложения силы, да? Потом вот тут и потом вот тут. Раз приподняли, два, три. С плечом вместе. Если она хорошо поднимается, значит, человек расслаблен, да? Значит, у нее есть подвижность. Если нет, то люди прям, бывает, прям уж в стол печатают плечо. Аж вообще его не оторвать. Это значит, что нам надо будет с этим местом посерьезнее, пожестче проработать в следующий раз, да? Раз, два, три поднятия сделали. Потом подняли все вместе, протрясли и плечо как бы выпадает, как бы вытекает из руки, плюхается на стол. Раз, и он упал. Потом подняли с другой муфлей тудырь. Вот такой. Теперь перешим. В классике есть двойной кольцевой захват. Вот такой вот прием. А мы его усовершенствовали, делаем лапой леопарда. Вот то же самое, да? Какие пощипанные получаются. Сбоку прошли ягодицу, размяли. В общем, можно хаотично всю спину, всю нашу зону проработать. Теперь идем все техники снизу вверх. От Л5С1, от того места, где начинаются паравертебральные мышцы, где начинается спина, мы все техники делаем вверх. Эту точку я называю камнем преткновения. Это базис крестца, откуда организм растет и вверх, и вниз. Соответственно, все, что касается крови, мы делаем вверх. Все, что касается костей, делаем отсюда тоже вверх. А нижние кости делаем вниз. Что касается лимфы, тоже снизу вверх. Значит, упираемся между паравертебральной мышцей и остистыми отростками, вот в этот промежуток, да? Остяжками пальцев. Прямо с силой. И техника называется, открываем ключи от шлюзов. По очереди отодвигаем эту паравертебральную мышцу от костей, то есть от позвоночника. Отодвигаем ее достаточно жестко. Теперь эта рука ведущая. Шлюзы открылись. Ну, ключи открыли, да? Теперь сам шлюз открыли, вода потекла. Открыли, вода потекла. Открыли, вода потекла. Если жалеете человека, можно плоскостью делать. Кулаком, если он не терпит более. Если терпит, то, в принципе, прямо со всей силой. Лисунем цельняшку, да? По сути, когда мы работаем двумя руками, ну, если всю спину целиком делаем, то это то же самое. Вот так вот прорабатываем, вот так вот прорабатываем. Видите, цельняшечка такая получается. Ну, а в данном случае мы с одной стороны это делаем. Открыли шлюз, спустили воду, открыли шлюз, спустили воду, открыли шлюз, спустили воду вот туда, как ключица. Теперь встали на крестец, растрясли его кулаком и, если надо помягче, то плоскостью тогда идем, да? Видите, человеку больно, мы его жалеем. Ну, вообще, каждый раз у человека надо спрашивать, насколько ему комфортно так посильнее делать или послабее. Кто-то говорит, да-да-да, вот жми там, давай, вот в этом месте. Ну да, кому-то сильно нравится, да. Да, бывает-таки, нравится жесткий массаж, а кому-то наоборот, да. Иной раз это непредсказуемо бывает. Девушка приходит, худенькая, худенькая ко мне приходила, вот такая вообще, анорексичка прямо в смысле слова. Рёбли просто не торчали, а она наоборот говорит, давай пожёстче, давай вот тут вот. Я уже перешел на целую технику, думаю, как бы что ни сломать. Она говорит, давай-давай, вот прям кайф, пожалуйста, делай. А бывает, приходит мужчина, ну такой толстый, кабан. В большом комплекте, а чуть надавишь, он ай. Да-да-да, знакомый, да. Вот кажется, что он, ну как этот, толстокожий носорог, да, а там ему чуть надавишь, ай-яй. Так что не угадаешь, поэтому всегда спрашивайте. Вот, это тоже вибрация, мы растрясаем тело, можно ещё пройти сбоку. Ну, сбоку мышц меньше, поэтому по рёбрам, косточками не давим. Вообще костяшками своими, по выступающим костяшкам тела человека не давим, не бьём. Это что может быть? Это могут быть вот эти тазовые кости, гребень подвздошной кости, да. Это могут быть уголки, лопатки вот здесь и вот здесь. Это остистые отростки. Вот по ним ни в коем случае не давим, промахиваемся. Единственное, где можно давить, это на крестец, вот прям можно пробивать, и вот колку. Тут прям по вот этим вот косточкам. Первые грудные позвонки, ну, примерно это первый, второй, третий грудные, от которых рёбрам начинается. Д1, Д2, Д3. Ну, позвонки маркируются, номеруются сверху. Вот по ним тоже можно и бить, и вводить по стяжкам пальцев. Все остальные косточки бережём, коленки, там, пятки бережём. Косточку не вводим. Так, значит, и теперь растёрли достаточно быстрым способом. Лапу леопарда сделали, и снизу вверх достаточно быстро, энергично, с утяжелением. Растёрли, видите, сразу пошло покраснение. И переходим теперь к локальной зоне ядля диц. Каждую локальную зону можно отдельно дополнительно растереть. Если вы там давно работали где-то с этой стороны, да, перешина уже остывшая часть, можно растереть. Для растирания чего-то ещё более там локального, какое-то прямо такое место, да, можно вот такое вот пиление сделать, прямо на одном конкретном местечке, на каком-то, или вот здесь. И начинаем от копчика. Внедряемся пальцами поглубже, прямо в место сочленения L5S1, вот между ними и крестцом, тут вам это надо видеть. Там есть такие мышцы, про которые все забывают, обычно массажисты их не массируют. Вот где стыкуются тазовая кость, да, с крестцом, с воздушью крестцового сочленения, вот сюда вот тут. А мышцы такие полсантиметрику идут, коросики-коросики, потому что у нас палец. И сухожилия, соответственно, тоже. Вот вы можете посмотреть потом, если рисунки вот они. Вот нам надо будет туда внедриться. Ну, всё зависит от консистенции тела человека, насколько это позволяет, да. Входим и расшатываем это. Он называется с двух сторон. Расшатываем по всему крестцу. Крестец это пять срочекся позвонков. Поскольку это позвонки, то у них тоже есть астистые отросточки, но они, конечно, атрофированные. Вот эту скелетку посмотрите, вот они. И между ними тоже есть игрушечка. Между ними вот такой восьмерочкой. Пальцем глубоко пройти, вот так вот. Проходим глубоко. Доходим до места, где заканчивается крестец. Там пунктурная точка, её прожимаем. И чуть ниже есть ещё пластиночка, где начинается копчик. Уже ещё раз прожимаем. Тоже посмотрите на скелете. Вот место прожимаем. Тут прям ёмка такая. И вот где копчик начинается. И его тоже прожимаем. Эти две точки. Далее, поскольку позвонки сросшиеся, у них есть боковые отростки. Вот так это изображу. Если пять позвонков срослось, то сколько между ними получается? Четыре. Четыре. Вот отсюда, вы видите, выходят нервы. Мы их тоже находим и прожимаем. То есть они примерно вот так вот идут. Двеобразно. С одной стороны работаем, с другой стороны прижимаем. Примерно между ними расстояние где-то сантиметр. Там пальцем может нащупаться. Дамочки там где-то. Доходим до вот этого места, повесловутого подвздошно-крестцового сошеления. Тут вот еще подвздошно-поясничные мышцы такие коротенькие идут. Про них тоже все забывают часто. Вот мы туда поглубже заходим. Растягиваем их. Разминаем. Если надо, то можно сделать из пальца такой вот молоточек, как инструмент, и кияночка по ним простучать. Если вам больно по своему пальцу стучать, то можно по вот этой костяшке стучать. То есть вот прямо ее накладывается. По ней простукиваете. Потом уходим по гребне подвздошной кости. Не путайте. Вот у нас обычно видно мышцы, где заканчиваются. На самом деле тазовые кости они выше. У женщин примерно 4 пальца, или там где-то сантиметров 7-8. У мужчины поменьше сантиметров 3 где-то бывает. То есть сама кость она находится вот выше. И соответственно гребень идет получается по дуге. Нам нужно пройти по месту крепления мышц. по самому гребню. И над ним. Размяли. И теперь разминаем все мышцы ягодичной области. Да, они крепятся соответственно вот так вот. Идут веер, как я говорил, от верца большого бедренной кости. Тут к крестцу крепится, здесь к подвздошной кости. Еще один прием. Лапа леопарда превращается в куриную лапку. То есть вот сводим все близко и растягиваем пальцы в разные стороны. Устанавливаем здесь палец. Этот палец как раз на этом сочленении подвздошно-поясничном. Наша цель здесь отодвинуть мясо от костей. И здесь расставим две руки, делаем синхроно двумя руками. Переходим на всю ягодицу. Всю ее размяли. Потом хаотично кулаками размяли. На сжатие, на разжатие, на скручивание в одну сторону и в другую. По-всякому, как вам ваша фантазия позволит, по-всякому хаотично ее разжали. Разогрели. И теперь встаем боком к человеку. Прижимаем с этой стороны бедро. Терпимо? Сюда и сюда. И лапу леопарда, шифтеронку такую делаем. Вокруг верится к бедренной кости. То есть уже идем поперек этих мышц. Они так растут. Делаем, условно, три-четыре прохода. Раз. Два. Три. Все проходы идут сверху вниз. Почему? Потому что там паховая область, где лимфа взроскапливается. То есть вот уперость можно большим пальцем опереться по дверцу и вокруг него. Второй рукой делаете упор. Три раз прошлись. Теперь всем кулаком. Раз. Два. У вас получится сильнее, когда волокон будете отставлять по положенную сторону. Три. И теперь проходы вдоль этих мышц с вибрацией. На косточку, помните, косточкой не давим. То есть над ней. Раз. Два. Три. Ну там где-то около четыре прохода получится. Пятый проход на кресце. Достаточно мощная кость. Особенно у женщин не обманывайтесь. Таз, на самом деле, очень мощный. На него, по-моему, нужно вставать ногами. Он не сломается. Поэтому удар с утяжелением всем своим весом. Видите, я продавливаю. Ну, как только дошел до ассисток отростков, я остановился. Раздвинул пальцы. То есть на ассисток отростков уже не давим. Раздвинул пальцы. Схватил эти ассисток отростки между ними. Да? С утяжелением. И раскачал весь позвоночник. Право-лево в стороны. Так, стоп. Да, мы останавливаемся. Далее перейдем в следующем сете к локтевым уже техникам. Сейчас будем отрабатывать на практике кулачковой техники. Если вы не с нами, то зря вы смотрите только нас по видео. Лучше присоединяйтесь. Здесь на практике мы вам дадим навыки в ваши руки. И вы уйдете готовым специалистом. Поехали. 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 Поехали.